Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Ильбах Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, вчера снимали ролик такой опросу пчеловодов, но пока мы его не подводим, в итоге дадим еще пару дней, чтобы ребята давали свои оценки. Но самое распространенное, что может только быть по сравнению пенополиуретана с деревом, это, конечно, экологичность пенополиуретана напротив дерева. И некоторые ребята задают вот такие вопросы. О, посмотрим, как там еще будет, как там пчел у вас будут жить и тому подобное. Друзья, я когда первый свой улей купил, когда-то давно, лет 8 назад, скорее всего. Ну и, конечно, это для меня был праздник, так как я купил что-то новое и радовался, был счастлив от этого. И решил поделиться, похвастаться, поделиться с одним из своих коллег, который практически в одно время завел со мной пчелы данной информацией. И озвучившую эту информацию, этот мой коллега, мой знакомый, с сигаретой в руках, с пивом в руках, начал мне рассказывать о том, насколько это может быть вредно для пчел, так как пчелы в природе выбрали дупло, а не пенополиуретан и тому подобное. И вот в тот момент, друзья, я понял, что смысл кому-то что-то доказывать абсолютно бессмысленно. На что я ему ответил, на его умозаключение, я ответил так, ну как уже будет, время покажет, будет им там плохо, поздыхают и жить не будут. Выкину этот улей и вернусь к дереву. Если же будет все нормально, ну значит будет нормально. Спустя большое количество времени, сколько уже прошло после этого момента, у меня на басеке все улья пенополиуретаны, а у него уже пчел нет. Так что, друзья, этот спор ни о чем. Если бы им там было плохо, они бы об этом продемонстрировали. У большинства пчеловодов, пчеловодов, у тех, которых всегда виноваты, то клещ, то агроном, который потравил, то зима, то климат, то таяния ледников, то тому чему, у них практически у всех деревянные были. Так что, спор этот ни о чем, доказывать никому ничего не будет. Кто там написал о том, что, ну это химия. Возможно, конечно, какая-то химия, но как производители утверждают, что после того, как компоненты вступили в реакцию, все, там ничего не остается. Там остается вот небольшое количество какой-то ерунды и там 97 процентов или сколько это все занимает остальной инертный газ, который абсолютно безвреден. Я не химик, не алхимик, понятия не имею. Но факт того, что из практики знаю, что пчелам они нравятся и если бы пчел выбирать могли сами, они бы выбрали этот уль. Так что, друзья, спорить ни с кем-нибудь и и другим не рекомендую. Потому что иногда очень тяжело доказывать тому человеку, который будет стоять, у которого будут кроссовки, но у них будет из пенополиуретана подошва, где он будет стоять в какой-нибудь куртке, где наполнитель может быть из пенополиуретана, где он будет сидеть в автомобиле на сидушке, где у него будет пенополиуретан, где он будет, я не знаю, спать на матрасе, в котором тоже будет пенополиуретан. Он во время этого будет пить, курить и будет утверждать о необходимости какой-то экологии. Так что объяснять этому человеку абсолютно бессмысленно, потому что вы ничего не добьетесь. И нужно ли оно вам? Мне абсолютно не нужно. Все, друзья, я дальше полемногу буду загадать. Да, вам говорит, на работаем. На одной из бочек написано, что она вредная для человека, другая абсолютно безвредная. Это вот конкретно, если кто будет ходить по цвету, это теплый. Теплый он вредный для человека, а светлый нет. Рекомендует работать в распираторе. Ну, скажу честно, очень неудобно работать с распиратором. То одеваем, то снимаем, то работаем без него. Вони как таковой нет. Больше всего, вот сейчас из этой всей руды воняет пуртрис. Все остальное абсолютно не воняет. Периодически открываем двери, делаем сквозняк. Если, конечно, вот, например, будем запускать рано или поздно это все-таки на какой-нибудь поток для возможной реализации, конечно, придумаем для себя какую-нибудь вытяжку над столом и над тем местом, где будет, как бы, свешиваться. Чтобы, ну, в пары сразу же куда-нибудь улетучивались, куда-нибудь, чтобы не тут скапливались. И мы и медленных шары. Ну, в первые дни, когда я говорил о том, что я поработал, мне покружилось голове, в тот день я мазал, в те дни я мазал еще растворительным самодельным. Это был бензин с воском. Я просто-напросто тогда надышался бензином. Сейчас же уже, когда работаю, так спустя какое-то время выработалась технология, что я за день могу даже ни разу не намазать эти, как их там, пресс-форму. Соответственно, в пурах 300 дышу меньше. Ну, конечно, шприцы мажутся каждый раз, но тем не менее, все меньше и меньше, как бы, прихожу к этому, к нужде нюхать вот эту заразу. И уже, например, в только один раз было, что голова окружилась, уже больше такого не было. Но, в любом случае, рекомендую, если будет это делать, все-таки прибегайте к системе защиты, как в виде респиратора, как в виде очков. Очки одеваю в любом случае, для того, чтобы, когда мешаю, чтобы мне случайно глазами не брызгало, одеваю очки. А с респиратором так, 50 на 50. Все, друзья, на этом буду заканчивать. С вами были мы, подписываемся на наш канал, ставьте классы, комментируйте, дизлайки. Все, всем пока-пока.